Новая Олимпиада в КФУ, новая возможность. Хэллоуин или все-таки тыквенный спас? Влияние камер наблюдения на психику. Какая будет новая набережная в Казани? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Елизавета Газизянова. Казань. Одной из визитных карточек Казани являются набережные у реки Казанки и озера Кабан. Но скоро в городе появится новая, которую начали проектировать лучшие архитекторы, а на реализацию проекта власти Республики Татарстан выделили 23 миллиона рублей. Еще в апреле 2023 года решили провести ребрендинг речного порта в Казани и переименовали набережную Волги в новое портовое. Стало известно, что берег, имеющий протяженность 287 гектар, планируют полностью перестроить. И бюджет внушительный – 23 миллиона рублей. Проект под застройки первых 12 километров станет первым этапом преобразования места. Территория набережной будет иметь пирсы, пешеходную зону, а также детские площадки и спортивные комплексы. Набережная для любого города имеет очень важное значение, особенно в последнее время. То есть долгое время, в 19 веке, даже в начале 20 века, набережная – это не была как таковая рекреационная зона. Как правило, прибрежные зоны использовались для расположения на них промышленности. Это были транспортные пути, это портовые зоны. И то есть, как правило, эти зоны все использовались в основном для такого больше бытового обслуживания города. Речной порт является крупнейшим в Татарстане и имеет существенную историческую подоплеку. Еще в 15 веке через территорию нынешней Новой Портовой проходили торговые судна, которые везли свои товары на ярмарки. А в 1718 году на местоположении речного порта была образована Адмиралтийская слобода. Сегодня речной порт стал неотъемлемой частью города. И благоустройство набережной станет отправной точкой крупного проекта по развитию инфраструктуры. В сегодняшний момент набережные приобретают новый вид использования. Это рекреационная зона. Набережная является магнитами для привлечения людей, для привлечения инвесторов в том числе. То есть, если город имеет хорошую, благоустроенную набережную, активную, на которой большое количество людей становится в том числе интересной для инвесторов, которые будут развивать свой бизнес. Рядом с набережной будут развиваться жилые квартала. После проведенного в 2018 году в Казани архитектурного фестиваля «Эко-берег» и конкурса на лучший концепт благоустройства Волжской набережной, который прошел в его рамках, было принято решение о реализации крупнейшего проекта, который подразумевал бы объединение всех прибережных территорий города. Так, новая портовая будет соединяться с Кремлевской улицей и улицей Татарстан, где располагается озеро Кабан. А чуть дальше ожидается соединение с берегом, расположенным под мостом «Миллениум». Валерия Карташова, Тимур Ахметов, Универ Новости. Уже третий раз Казанский федеральный университет станет одним из организаторов Всемирной Олимпиады. «Я – профессионал» по направлению рекламы и связи с общественностью на базе кафедры связи с общественностью и прикладной политологии. В этом году упор будет сделан на возможность карьерного роста в период студенчества. О всех подробностях Олимпиады узнаете в сюжете. Всероссийская Олимпиада «Я – профессионал» – это масштабное образовательное состязание для студентов бакалавариата, магистратуры и специалитета всех российских вузов, охватывающая 73 направления подготовки от рекламы и связи с общественностью до робототехники. На протяжении 7 лет проект помогает участникам обрести полезные знакомства, пройти перспективную стажировку, найти работу мечты или продвинуться в карьере. В этом сезоне Олимпиады «Я – профессионал» планируется усилить сотрудничество с ведущими работодателями и кафедрами российских вузов, что позволит укрепить партнерские программы и предоставить участникам большой выбор вакансий. Студенты, которые участвуют в этом масштабном мероприятии, они получают определенные бенефиты. Это доступ к карьерному ресурсу, где они смогут получить возможность пройти стажировку в крупной компании. Также медалисты данной Олимпиады получают денежные призы. Бронзовые медалисты – 100 тысяч, серебряные – 200 тысяч и золотые медалисты – 300 тысяч. Ну и возможность поступить в магистратуру. С начала регистрации на направление рекламы и связи общественности Казанского федерального университета поступило свыше 4 тысяч заявок из 82 субъектов страны. Уже сейчас у студентов, участвующих в Олимпиаде, есть доступ к демоверсии заданий, так что они могут начать готовиться к испытаниям заранее. Отборочный этап пройдет в онлайн-формате с 17 ноября по 3 декабря. Он предполагает текстовую форму, где основой является понимание рекламных и пиар-процессов и осуществление практической деятельности. Я надеялась, по крайней мере, на то, что буду призером, но, конечно, не ожидала, что стану медалистом, потому что задания были очень трудные. Поэтому, конечно, нужны дополнительные знания, широкий кругозор, ну и прорешать обязательно демонстрационный вариант Олимпиады, но и ожидать, что задания на самом очном туре будут труднее, чем на демонстрационном. Победа в Олимпиаде стала началом моих достижений в этом году. Я после выиграл грант, выиграл на студенческом форуме. Сейчас я работаю в крупнейшей СММ-компании в Торстане. В дальнейшем я сейчас четвертый курс бакалавра, и поступать я буду в магистратуру тоже по направлению. И понятно, что Олимпиада даст мне, так скажем, привилегии при поступлении. Уникальность Олимпиады в том, что участники пройдут полный цикл карьерного сопровождения. Такое взаимодействие не только позволит получить доступ к уникальным вакансиям, но и поможет выстроить траекторию, способную обеспечить повышение профессионального мастерства участников. Кристина Отекина, Александр Кузнецов, Универ Новости. Видеонаблюдение стало неотъемлемой и уже привычной частью общественной жизни, направленной на безопасность и контроль над происходящим. Пользу видеонаблюдения подтверждают результаты многочисленных социальных экспериментов и опросов, проводимых во многих странах. Однако многие задумываются о воздействии постоянного видеомониторинга на психику людей. Когда люди считают, что за ними следят, они становятся критичнее к поведению других, тем более, если это поведение выходит за рамки общепринятых социальных норм морали и приличия. Технологичные 20-е и 21-е века ввели понятие видеонаблюдения, и теперь любой добропорядочный и законопослушный человек в общественном месте чувствует на себе зоркий взгляд видеокамеры, особенно если об этом предупреждает информационная табличка. Данный фактор отличным образом влияет на поведение в общественных местах и позволяет контролировать действия людей, не прибегая к дорогостоящей и не всегда уместной физической силе. Многие эмпирические исследования показывают, что люди имеют тенденцию быть более благородными и действуют куда более согласованно, когда знают, что за ними наблюдают другие. Необходимо признать, что видеокамера безопасности является так называемой отложенной ценностью. То есть не ценность, которая нас радует здесь и сейчас, а то, что это может пригодиться, это может обезопасить нас от чего-либо, это некая профилактика. На поведение большинства людей влияет тот факт, что за ними постоянно и незаметно ведется видеонаблюдение. Зная это, можно обезопасить собственное жилище, магазин или офис, хотя бы предупреждающий наклейкой о видеонаблюдении или муляжом видеокамеры. Такие небольшие хитрости способны предотвратить множество мелких правонарушений на вашей территории. Конечно, если преступник знает о вашем видеонаблюдении и заранее подготовился ко встрече с ним, муляж мало чем поможет при его опознании. Кроме того, люди более критичны к поведению друг друга, зная, что они находятся под наблюдением. Еще один момент в психологии человека, на котором можно сыграть. И это не касается того, что один человек может задержать или предупредить другого. Это касается скорее совести и человеческого эгоизма. Зная, что за его действиями будут наблюдать посторонние люди, мало кто отважится что-нибудь украсть. То есть показать себя в негативном свете, заработать кучу неприятностей, а также осуждения со стороны окружающих. В целом видеокамера как бы регистрирует, снимает, в том числе и не только преступные деяния, не только какие-то происшествия, которые могут зарегистрироваться, но и снимает нас. И мы находимся в условиях как бы наблюдения. И это совершенно другая проблема. Насколько люди как бы оценивают то, что их регулярно наблюдают, их регулярно снимают. Зная этот факт, некоторые задумываются о том, чтобы не тратить время, деньги и силы на установку камер видеонаблюдения, тем самым создав видимость осведомленности обо всем происходящем в поле зрения камер. Однако у этого тоже есть свои недостатки. Через некоторое время ситуации ухудшаются. Люди начинают игнорировать камеры, позволяя себе некорректное поведение. Основная причина таких изменений – особое свойство человеческой психики. Рано или поздно возникает желание убедиться в работоспособности камер, то есть в том, что действительно ведется съемка и кто-то просматривает записи. В ход идут разные приемы, например, небольшое нарушение действующих правил. Если не последует никакой реакции, преступник наверняка заподозрит, что камера не настоящая или никто не контролирует систему видеонаблюдения. Почувствовав безнаказанность, человек перестает сдерживаться и поступает соответствующим образом. Причем он может быть вполне законопослушным, но желание почувствовать свободу пересиливает. В целом, видеокамера безопасности как отложенная ценность, эта ценность, она необходима с точки зрения тех условий, в которых сейчас находится наш быт, наша экономика, наша страна, с той целью, чтобы не было каких-то криминальных происшествий. Видеонаблюдение оказывает положительное влияние на людей. Они начинают контролировать свое поведение и действовать на основе морали. Это дает огромные преимущества, и поэтому системы контроля устанавливают повсеместно. Тем не менее, прибегнув к установке бутафорских камер, можно создать лишь временный эффект послушания, который в дальнейшем перерастет в ощущение полной свободы и бесконтрольное поведение. Елизавета Газизянова, Универ Новости. 31 октября во всем мире отмечается Хэллоуин. Это страшные фонари и стык в жуткие костюмы и пугающие декорации. В России к празднику всегда относились с некой предосторожностью, ведь он пропагандирует западные ценности. Но все равно находятся люди, которые радостно отмечают Хэллоуин. Нужно ли находить ему замену, разбирался наш корреспондент. Хэллоуин традиционно отмечают в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне Дня Всех Святых. Празднуется он в Западной Европе и Америке, хотя официальным выходным днем не является. С конца 20 века в процессе глобализации мода на атрибутику Хэллоуина возникла также в большинстве стран Восточной Европы и в СНГ. Сейчас это одновременно страшный и забавный праздник, к которому и дети, и взрослые подходят с большой ответственностью. В западной культуре, особенно в США, Хэллоуин – это целое событие, требующее от людей длительной подготовки. Тысячи людей по всей Америке основательно подходят декорациям домов и дворовых участков. Сам же Хэллоуин тесно связан с темой смерти, духов и потустороннего мира. Есть сведения о том, что этот праздник сопровождался и жертвоприношениями, в том числе животных. Некоторые сведения есть и о человеческих жертвоприношениях. Насколько это правда, конечно, очень много историки спорят. По большому счету, назначение этого дня Днем Всех Святых нужно благодарить римского епископа Григория I, который в 61 году, пытаясь активизировать христианизацию Шотландии и Ирландии, то есть, собственно, как раз кельтских племен, которым принадлежал Самайн, пошел по забавному пути, он предложил приурочивать христианские праздники, в том числе и вновь назначенные, к местным обычаям. Много споров ведется по поводу празднования Хэллоуина в России. Первое его появление на просторах нашей страны произошло еще в 90-е годы. Тогда это был не совсем тот праздник, что существует в Европе или в Америке. Многие традиции, в том числе выпрашивание конфет, не стали частью российской адаптации праздника. Однако украшение домов и помещений входит в современное понимание Хэллоуина у россиян. Русская православная церковь не одобряет проведение этого праздника. Весь его антураж связан с языческими корнями. Кельтский Самайн ассоциируется со смертью и концом для всего, а христианство говорит о вечной жизни. Тем не менее, жители России относятся к Хэллоуину просто как поводу повеселиться, отдохнуть, провести время с друзьями и семьей. Как уже отмечали многие исследователи, праздник в каком-то смысле утратил свое первоначальное значение. Обычай, собственно, наряжаться в костюмы нечисти, это опять же кельтский обычай. С одной стороны, это символизировало нечто страшное, чтобы отпугнуть нечисть от дома. С другой стороны, в ИАХ, собственно, требования каких-то наград, вознаграждений, это примерно 15-16 век, собственно, во многих трактовках означало откупание, что называется, от нежелательных гостей, что, мягко говоря, естественно, негативно воспринимается православной церковью не только России, но и, в общем-то, мировой. И антиокийской, и русалимской, и александрийской, в общем-то, всеми. Споры по поводу празднования Хэллоуина не ослабевают. Одни люди не видят в празднике ничего страшного, а кто-то, наоборот, полностью его отрицает. Также есть и те, кто выступает за празднование исконно православных и аналогичных праздников, к примеру, святки, где тоже нужно стучаться в дверь и просить угощения. Точно можно сказать только одно – Хэллоуин – это культурный феномен, который принес человечеству много различных произведений современного искусства и не только. Аделя Файзулина, Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Александр Кузнецов – Универ Новости. На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok